Всем привет! Сегодня мы приготовим вкусные, красивые, простые в приготовлении пончики. Итак, начинаем! Для начала нам нужно замесить тесто. Берем какую-нибудь емкость, в которой мы будем замешивать тесто, и выливаем в нее пол-литра теплой воды. Мы заранее приготовили 4 столовые ложки сахара, одну маленькую ложечку соли и 15 грамм дрожжей. Высыпаем все это в нашу емкость и начинаем размешивать. Немного помешали, теперь добавляем туда же 2 столовые ложки растительного масла. И продолжаем размешивать до растворения дрожжей. Дрожжи растворили, начинаем постепенно добавлять муку. Муку можно просеивать, а можно нет. Это делается на усмотрение каждого. И потихоньку начинаем замешивать наше тесто. Добавляя постепенно муку и замешивая тесто, мы с каждой ложкой становимся ближе к тому тесту, из которого мы приготовим эти замечательные пончики. Итак, мы вымесили тесто до того состояния, когда вымешивание его в емкости становится невозможным. Посыпаем рабочую поверхность мукой и выкладываем тесто. И продолжаем его вымешивать уже непосредственно на рабочей поверхности. Плотность и консистенция теста в итоге должна получиться примерно как для приготовления пирожков. Добавив 23,5 столовых ложек муки, мы получаем плотность теста, подходящего для приготовления пончиков. Домешиваем тесто. Все, тесто мы вымесили вот до такой плотности, примерно как на пирожки. Теперь берем немного масла и смазываем дно и стенки емкости, куда мы уберем тесто настаиваться. Также слегка смазываем тесто и убираем его в емкость под крышку, в теплое место примерно на 50 минут. Тесто прекрасно поднялось. Смазываем рабочую поверхность подсолнечным маслом и достаем наше тесто из емкости и обминаем. Побмяк тесто, берем примерно половину, вторую половину пока уберем обратно в емкость под крышку, чтобы не заветривало. А сами начинаем раскатывать другую половину теста, предварительно смазав при этом скалку. Тесто раскатываем в пласт примерно 1 см. Раскатываем тесто в пласт, берем какой-либо предмет, которым мы будем вырезать форму пончиков. Возьмем, к примеру, кружку. Смажем ее края подсолнечным маслом и приступим к вырезанию кружечков для пончиков. Вырезали. Собираем лишнее тесто, убираем в кастрюлю, ну а сами начинаем вырезать серединки у наших кружочков. Для вырезания серединки из кружочка лучше использовать кружок с крышкой. Тогда тесто не будет в нем застревать, а будет само выпадать оттуда. Лишнее тесто мы также убираем обратно в емкость, под крышку. Откладываем наши будущие пончики в сторонку, для того, чтобы они немного настоялись. А сами ставим сковородку с маслом на разогрев и приступаем к формированию пончиков из следующей партии теста. Сковорода с маслом разогрелась. Выкладываем наши будущие пончики на сковородку. Пончики поднимаются на глазах. Переворачиваем. На обжаривание одной стороны пончиков у нас уходит менее двух минут. Все, пончики готовы. Снимаем первую партию. Пока пончики горячие, посыпем их сахарной пудрой. Продолжаем. Выкладываем следующую партию. Снова переворачиваем. Пончики жарятся очень быстро. И снова снимаем. Эту партию пончиков мы посыпать сахарной пудрой не будем. Закладываем крайнюю партию пончиков. Переворачиваем. Снимаем. С этого количества теста у нас получилось 26 пончиков. А сами наливаем немного воды в кастрюлю и ставим на газ кипятиться. Пока вода в кастрюле закипает, мы тем временем наломаем свой любимый шоколад или же несколько видов шоколада на кусочки в тарелку. Вода закипела. Берем тарелку с шоколадом и ставим тарелку на края кастрюли, тем самым образовывая, так сказать, паровую баню. Также для того, чтобы шоколад не был густым, добавим немного сливок. У нас сливки турецкие 35% оттого они такие густые. Шоколад начал плавиться. Перемешиваем его вместе со сливками. Шоколад растопился. Берем пончик и смачно макаем его в шоколад. Даем немного стечь и убираем его на поднос. А дальше открывается простор для проб и фантазии. Например, сверху пончики можно посыпать сладким конфетти или же кокосовой стружкой, или еще чем-нибудь. Такие же действия проводим и с белым шоколадом. Готово! Теперь все, что нам остается, так это наслаждаться вкусом очень вкусных и простых пончиков с сахарной пудрой, белым шоколадом и с темным шоколадом. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях рецепт своего любимого десерта. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok